МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рано утром 1 мая 2006 года в дежурную часть милиции поступил звонок. Из Знаменского собора Курска исчезла главная святыня, чудотворная икона Божьей Матери, знамение. Знамение означает знак, какой-то знак свыше. Под сенью слева от алтаря пустота. Ни бесценные иконы, ни драгоценных пожертвований. Исцелившиеся приносили Богоматери самое дорогое – крестики, цепочки, кольца, сель. Представьте, сколько людей молилось этой иконе. Приношения хранились под стеклом вместе с иконой. К моменту кражи там было более полукилограмма золота и серебра. Преступники обратили внимание, прежде всего, наверное, на это. Икона Божьей Матери – знамение Курская коренная, знаменитость мирового масштаба. Ей приписывают невероятные чудеса. Курская коренная, несомненно, входит в десятку самых почитаемых образов, наряду с такими иконами, как Владимирская икона Божьей Матери, Донская икона. Она спасла Курск от голода в начале 17 века. Излечила умирающего отрока Прохора Машнина. Потом он станет великим русским святым Серафимом Саровским. Исцелила сотни болящих, пережила несколько покушений. Ее рубили топором, жгли и взрывали. Икона уцелела и стала не только покровительницей Курской земли, но и главной иконой всего русского зарубежья. Она и там помогла тысячам людей. Понимал ли вор, на что замахнулся? Знал ли, что без Курской коренной не состоится крестный ход, который проходит в июне уже 400 лет? Все силы города были переброшены на поиск украденной реликвии. Ни одного милиционера не было равнодушного к тому, что было совершено. Совершено величайшее святотатство. Чтобы вернуть святыню, оставалось ровно 40 дней. По преданию святыня была обретена в день Рождества Богородицы по старому исчислению 8 сентября 1295 года, неподалеку от сожженного татарами Курска. Ее размер был всего лишь 15 сантиметров. 15 на 15 сантиметров. Как говорили в старину, три с половиной вершка. Лик Богоматери нашел охотник, бродивший по лесам в поисках добычи. Он поднял икону и из корней дерева забил чистый родник. Поэтому икона с тех пор называется коренная. Забил источник воды, или, как написано в летописи, искипея источник воды, забурлил поток. Это положило начало чудесам, совершаемым от иконы Божией Матери. У нас особое отношение к иконам Богородицы. Знобение это тоже очень известно. И древний сюжет, он еще известен в Риме. Мы знаем древние изображения 6 века, например, византийские иконы, которые тоже изображают Богоматерь, поясное изображение. Это иногда поколенное, чуть ниже. И держащий в руках щит с изображением младенца Христа. Это изображение младенца в очреве Богородицы. 1383 год. Татары вновь пришли на Курскую землю. Курска к тому времени уже не существовала. Этот город был полностью уничтожен. На его месте были непроходимые леса и звери. По пути захватчики разграбили часовню, в которой хранилась чудотворная икона Божьей Матери Знамения. Они сожгли обитель, священника взяли в плен, а святыню разрубили пополам. Позже русские послы выкупают священника из плена, и Ирей Боголёв возвращается на это место искать пороганную святыню. Обретя одну половину иконы в кустах цветов, которые окружили половину иконы, он нашел в таких же кустах вторую половину на некотором расстоянии и соединился части иконы. Икона срослась, соединилась, так что на лике не осталось и следа от рассечения. На месте рассечения выступила роса. Так икона вернулась в ранее обретенное место. Указом царя Фёдора Ивановича в 1597 году на месте явления иконы был основан мужской монастырь, Курская коренная пустыня. Во время очередного нашествия крымских татар на южный предел России икона Божьей Матери Знамение для большей безопасности была перенесена из часовинки в Курский соборный храм. Народная молва именно ей приписывала спасение Курска от свирепствовавшего в те времена голода. Мы знаем многочисленное исцеление от этой иконы, помощь её в делах государственных. Икона чрезвычайно почиталась на Руси. И в конце XVI века Фёдор Иоаннович, царь русский, благословил принести эту икону в Москву. Именно тогда эта икона была дополнена изображением девяти ветхозаветных пророков, а в центре вверху был изображён Господь Саваоф. В сиянии на груди у него Дух Святой. Это как бы пророчество о том, что все чаянии ветхозаветные исполнились в этом святом образе. Вместе с изображением вот этих самых пророков, фактически представляло собой аналойную по размеру икону, то есть около 30 сантиметров на 25 сантиметров. Первый из романовых царь Михаил Фёдорович по особому прошению курских жителей повелел вернуть чудотворный образ из Москвы в Курск. В 1618 году икона была перенесена в собор Знаменского монастыря. Наш монастырь Знаменский, он создан по обещанию, по обету, когда в 1612 году город и его жители находились в крайне тяжёлом положении, они были осаждаемы польско-литовскими войсками, и люди молились усердно со связами Божьей Матери о том, чтобы она не допустила разрушения, разорения города очередного, который и без того имеет многострадальную историю. Осада длилась три недели. Когда у жителей уже не осталось сил, им было явление. Явление ночью светоносной жены, которая обходила город в совпровождении двух светоносных юношей, двух ангелов. Вот это было знамение, которое укрепило защитников, вселило в них надежду на то, что Божья Матерь их не оставит. Защитники дали обет. Если Курск устоит, они построят здесь обитель. И когда на следующее утро, рано утром, многие увидели, что войска, польские войска ушли, они этому сначала не поверили. Это было настолько необъяснимо. По окончании смутного времени, они, чтобы выполнить свой обет, обратились к царю Михаилу Федоровичу Романову, чтобы устроить детинцы в крепости, устроить монастырь. В то же время, когда икона оказалась в Знаменском монастыре, продолжалось строительство Курской коренной при Святой Богородице мужской пустыни. В 1618 году строят первый деревянный храм. К тому времени икона уже хранилась в Курске. И попросили перенести икону для освящения храма. Пройдя первый раз крестный ход в 1618 году, икона пребывала здесь три дня, решили установить ежегодное принесение иконы на день явления этого образа, на день рождения Божьей Матери 21 сентября. Так и повелось. Каждый год на зиму икону переносили в Курский Знаменский собор, а на лето – в коренную пустыню. 1 мая 2006 года. Все замки в Знаменском соборе целы, никаких следов взлома. Как же преступник или преступники, укравшие икону, проникли в храм? Само помещение храма находилось под охраной. Все двери, как и положено, на ночь запирались. Однако имелась специальная служебная постройка, которая использовалась для хранения инвентаря. От храма пристройку отделяла лишь гипсокартонная перегородка и в ней зияла большая дыра. Подозрение тут же пало на подсобного рабочего, который несколько дней назад пришел в собор. Он сказал, что у него недавно погиб сын, поэтому он пришел добровольно, бесплатно отработать в храме, выполнить какие-то строительные работы. Служители церкви пожалели страдника, дали приют на территории монастыря и пристроили его к делу. В храме он проживал около двух недель, занимался ремонтными работами, очень живо интересовался иконой коренной этим списком. Мужчина исчез вместе с иконой. Охранник, дежуривший, тогда вспомнил, что вечером новый работник заходил к нему, сказал, что хочет познакомиться поближе. Предлагал ему выпить, но он не стал выпивать, выпили они кофе, но после кофе он почему-то потянул его в сон. После этого проспал всю ночь, нарушил инструкцию. Возможно, в напиток что-то было подсыпано. Ключи от пристройки пропали. Преступник заблаговременно надел перчатки, чтобы не оставить свои следы пальцев в рук. Однако, все-таки ему удалось наследить. Похоже, ключи от пристройки преступник выкрал у охранника. Дальше ломал стену ломом и ножом. В монастыре осталась копия паспорта грабителя. Звали его Владимир Симонян. Когда его брали туда на проживание и работу, сняли ксерокопию его паспорта. Тут же были разосланы ориентировки, объявлен план перехват, начали проверять и вокзалы, и автостанции, и такси. Сотрудники, дежурившие на вокзале, выяснили, что похожий по описанию мужчина пытался договориться с проводниками, чтобы попасть в вагон без билетов. ЛОВД, линейный отдел полиции, сработали. По видеокамерам увидели, что похожий гражданин уехал на одном из поездов, уходящий в сторону Москвы. Главная курская святыня покинула город. Случилось подобное не в первый раз. В начале прошлого века, во время Гражданской войны, древняя икона оказалась на чужбине. Русские люди ушли в рассеяние, в изгнание, и поэтому очень важно было, что вот такая святыня ушла вместе со своим народом. Но в Знаменском соборе города Курска осталась копия, написанная иноками в 1902 году и освещенная на чудотворном подлиннике. Внизу списка стояла надпись «Сия икона выполнена с оригинала точной меры и подобия». Мера, значит, размер иконы соответствует тому первоисточнику, с которого, собственно, сделан список. Подобие, значит, сюжет иконы в точности повторяет тот сюжет, который на чудотворной иконе. Список иконы, как и она сама, тоже дал исцеление и защиту ни одному просящему о помощи. 1767 год. Крестный ход с Курской святыней шел из Знаменского монастыря в коренную пустыню. Шествие, застигнутое сильным ливнем, свернуло во двор Агафьи Мышниной, сын которой, девятилетний Прохор, был в то время тяжело болен. «Отрок Прохор заболел смертельной болезнью и уже находился на смертном одре, как ему приснился чудесный сон, в котором он видел Божью Матерь. Божья Матерь ему сказала, «Не бойся, я сама приду и исцелю тебя». Когда крестный ход оказался в их дворе, Агафья обратилась за помощью. «Мать Отрока выносит его на руках и просит, чтобы над ним пронесли чудотворный образ. Ее желание исполнили, Отрок приложился к иконе, после чего начал чудесно выздоравливать». Так святыня спасла жизнь юноши, который позже принял постриг и вошел в историю как великий русский подвижник и чудотворец преподобный Серафим Саровский. 2006 год. Расследованию кражи курской коренной иконы Божьей Матери была присвоена высочайшая степень важности. Делом одновременно занимались более сотни сотрудников курского УВД. Были созданы тут же несколько групп, которые поехали по регионам. Одна группа поехала в Смоленск, так как Симонян получал паспорт в Смоленске, в Смоленской области. И одна группа была направлена в Ленинградскую область, так как регистрация этого гражданин была в Ленинградскую область. Одна группа уехала в Орел, так как была информация, что гражданин вышел якобы в Орле. В первую очередь отрабатывали версию, что у Симоняна есть сообщник. И у того была конкретная цель. Иначе зачем похищать столь заметный артефакт? Версия была выдвинута, что эпикону заказал один из уголовных авторитетов проживающих на территории Орла и Орловской области. Он владел в городе букмекерскими конторами и павильонами с игровыми автоматами. И наверняка знал Симоняна. Тот был завсегдатаем игровых салонов Орла. Решили обыскать его особняк. Более полусотни омоновцев окружили территорию поместья. А поскольку территория у 2 гектара и много объектов на этой территории находилась, нам пришлось 4-5 часов по крупицам смотреть каждое помещение. В том числе на его территории около 12 вольеров с кавказскими очарками находилось. И мы поднимали даже пол. Однако иконы на территории хозяйства сыщики не нашли. Вскоре из Москвы пришли результаты дактилоскопической экспертизы. Если бы нам необходимо было установить человека сейчас, мы бы смогли узнать, кто оставил свои следы пальцы в рук в течение одного дня. Потому что мы проверяем все изъятые следы по федеральной общей базе данных. На тот момент нам была доступна только Курская областная база и пришлось делать долгие запросы в Москву. Результаты экспертизы изумили даже видавших виды специалистов. Изъятый след пальца руки, в котором мы на 100% были уверены, что он оставлен преступником, не совпало с дактокартой на имя гражданина Симоньян, паспортные данные которого мы имели. Эксперты были несколько обескуражены. Выяснилось, что отпечатки пальцев с места преступления принадлежат не Симоньяну, а совсем другому человеку. Нам пришел ответ, что на самом деле не Симоньян, это некий гражданин Иритян. 42-летний Жираер Иритян был хорошо известен в криминальных кругах. Мы выяснили, что он был в 1996 году осужден в Республике Беларусь за хищение в особо крупном размере. За совершенные преступления он был приговорен к 7 годам лишения свободы. За решеткой Иритян развил бурную деятельность, организовал производство, на котором трудились заключенные, втерся в доверие к администрации, а в один прекрасный день исчез. Он выехал на легковом автомобиле, на пирожке, так вот, упаковав себя в картонные пласты. Было выразено нищие, и он оттуда скрылся. Сбежавший из белорусской колонии Жираер Иритян явился в паспортный стол Смоленска. Там одна из сотрудниц сделала ему новые документы на имя Владимира Симоньяна, когда-то потерявшего свой паспорт. Женщина, которая оформляла ему паспорт, впоследствии была осуждена в Смоленске за выдачу аналогичных подложных документов. Оказавшись в Курске, Иритян пытался зарабатывать привычными для него способами – аферами, игрой на тотализаторе и игровых автоматах. Но фортуна была не на его стороне, вот и возникла у него идея пойти за помощью в церковь. Он пришел в храм, поселился, какое-то время побыл, осмотрелся, узнал, где входы, где выходы. Он спрашивал, например, какая самая ценная. Все ему сказали, что вот эта. Но она ценная в духовном плане была. Для Курска это очень, очень... Ценей ничего нет у иконы, ни одной. Поэтому вот он ее украл. На икону Знамени уже покушались в 1898 году. Революционеры-террористы решили уничтожить святыню, потому что она привлекала очень большое количество богомольцев. Со всей России люди шли. Ночью 8 марта в Знаменском соборе Курской губернии, где икона находилась долгие годы, прогремел взрыв. Бомба была подложена как раз в канун Великого праздника, это крестополоклонная неделя, вынос креста Господня, когда огромное количество людей. Бомба была завернута в холстину. Такие свертки по обычаю крестьяне приносили в качестве подарка Богородице. Поэтому никто ничего не заподозрил. И вот они соорудили очень мощное взрывное устройство с чистовым механизмом, замаскировали его в ткань. И, как под видом приношения, тоже положили к иконе. Когда дым рассеялся, стало понятно, что храм сильно поврежден. Стены треснули, окна разбиты, железные двери сорваны с петель. Сама чугунная, мощная чугунная сень, в которой находился образ, она была вся разорвана, искорежена, даже в окрестных домах стекла повылетали. Такой силой был страшный взрыв. Что стало с иконой? Монахи с ужасом приблизились к чудотворному образу. Лик Богородицы остался невредим. И икона оказалась целой, невредимой. Она стояла на своем месте, среди вот этой развороченной чугунной сени. Даже стекло на киоте было целое, только треснуло. Механизм должен был сработать во время службы. Однако взрыв случился ночью. В такое время, когда уже никого не оказалось в храме, даже не было жертв. То есть не пролилась кровь. На следующий день тысячи людей пришли в собор, чтобы отслужить благодарственный молебен. Вот это действие промыслом Божиим возымело обратный эффект. Потому что люди услышали об этом чуде, весть об этом распространилась. И в этом году, в 1898, было небывалое стечение народа, верующих на традиционный крестный ход. Крестный ход после взрыва, то он насчитывал около 100 тысяч. А Курск население было 70 тысяч. Вы представляете, да? 21 марта, это 8 по старому стилю, мы совершаем празднование в честь иконы нашей знамени Божьей Матери. В память о спасении от взрыва. Так называется этот праздник. Лишь осенью 1901 года были арестованы причастные к взрыву в Знаменском монастыре четверо учащихся Курского реального училища. 20 и 21 года отрывы. После этого случая было решено сделать с иконы список. Спустя годы, в 40-х, когда икона уже находилась далеко от России, к священнику Георгию Грабе во Франкфурте подошел немолодой мужчина и сказал «Я был сообщником в покушении на эту икону». По своей молодости и своему неверию хотел проверить, есть ли Бог. Он в итоге пришел, покаялся, пришел к Богу. 2006 год. Похитителя списка Курской иконы Божьей Матери Знамени искали в девяти регионах России, в Армении и Белоруссии. В середине июня должен был состояться традиционный крестный ход с иконой. Начиная с 17 века, в девятую пятницу после Пасхи ее всегда переносят из Знаменского собора Курска в коренную пустынь, где она была обретена в 1295 году. А в сентябре возвращают в город. Нарушить многолетнюю традицию немыслимо. Крестный ход – это 27 километров из Курса. И люди идут, причем каждый год все многочисленнее и многочисленнее. Но были годы, когда крестные ходы с древней святыней не проводились. Поздним вечером, 31 октября 1919 года, святыня покинула родной город. Незадолго до этого ее похитили из Знаменского собора чекисты. Содрали драгоценную ризу и выбросили. При этом обвинили в краже самих монахов. Дескать, хотят посеять в народе недовольство советской властью. И даже взяли под домашний арест епископа Феофана, управляющего Курской епархией. Однако прибывшие из Москвы для раскрытия дела сотрудники МУРа пробыли в городе недолго. Им пришлось спешно вернуться в столицу. В Курск вошли части Белой армии. А клад позднее нашли во дворе ЧК. А саму икону обнаружила одна скромная женщина-белошвейка. 3 мая 1918 года, в день памяти преподобного Феодосия Печерска, Кладия Дмитриевна Худокормова возвращалась с базара. Подойдя к колодцу, который в народе назывался Феодосийским, она увидела мешок, она открыла его, увидела там деревянную икону, достала и понесла в свой дом, где жила. От этого дома осталась часть стены, камни, которые помнят этот чудотворный образ. Тогда на чудотворную икону была надета запасная серебряная риза, покрытая голубой эмалью. Эта риза находится на ней и поныне. Красные снова наступали, и было принято решение временно эвакуировать икону. С остановками в уездных городах и монастырях уходила она все дальше на юг. Ростов, Екатеринодар, Новороссийск. 1 марта 1920 года на пароходе Святой Николай, икона знамения в сопровождении епископа Курского Феофана и иноков, не пожелавших с ней расстаться, оставила берега России. Уехали русские люди, укинули свою родину в годы лихолетия, оставили Россию, своих знакомых, близких, семейств, все, что они дорожили, все, что они любили. Уехали в странный незнакомый мир. Но знали одно, что с ними как раз Божья Матерь, как раз эта великая святыня. Через Константинополь она прибыла в Салоники, а затем в Сербию, в пригород Белграда, где для нее специально предоставили храм. Там и оставалось почти четверть века. После Второй мировой войны было принято решение отправиться за океан. Под Нью-Йорком специально для иконы была создана новокоренная пустынь. Известные благотворители, князь и княгиня Белосельские и Белозерские предоставили в распоряжении Синода Русской Православной Церкви за рубежом свое загородное имение около города Магопака, в 40 милях от Нью-Йорка. С 1957 года икона находится в посвященном ей Знаменском соборе Архиерейского Синода в Нью-Йорке и является главной святыней Русской Православной Церкви за границей. К нам в Синод приходят наши прихожане, русские люди, греки, православные, христианы, стербы, антиохийцы, даже американцы. И некоторые американцы принимают нашу православную веру. У нас здесь, в России, несмотря на революционные вот это лихолетие, все-таки очень много святынь, очень много икон, мощей, все чудотворные, которые нас подкрепляют, укрепляют духовно, которые нас поддерживают. А вот у них фактически единственное – это вот икона знамени. 23 мая 2006 года. Дело о пропавшей иконе получило неожиданный поворот. В Курскую епархию поступил звонок. Мужчина предложил вернуть икону знамени за вознаграждение. Если хотите вернуть икону, вот давайте договоримся, по какой цене вы мне заплатите, чтобы я ее вам вернул. Я вам через несколько дней позвоню. Если бы встал вопрос о сборе каких-либо средств, я думаю, куряне собрали бы любую сумму для того, чтобы получить икону Абраму. Все люди, вот верующие все, приходили, любую помощь предлагали. Наши вот курские предлагали, бизнесмены, что надо, готовые оказать материальную помощь. То есть ни одного равнодушного не осталось. Звонили с мобильного. Следователи выяснили, что абонент в этот момент находился в Москве на площади трех вокзалов. В столицу тут же послали группу из шести человек. Им помогали сотрудники МВД и московского угрозыска. Оперативники узнали, что телефон был куплен в киоске неподалеку от площади. Сразу после звонка от него избавились. Снова тупик. Проведен был огромный класс работы. Представьте, что такое три вокзала. Это такое количество людей. Но зная его пристрастие, мы начали отрабатывать игровые салоны, скупки различные. Нами была получена информация, что он может находиться в поселке Загорянске, Щелковского района Московской области. Группа тут же выехала на место. Но вдруг и ретяна нет дома. Тогда ему сообщат о визите милиции, и он заляжет на дно. Соответственно, была выставлена засада там наших сотрудников. До позднего вечера мы наблюдали за данным подъездом, за данной квартирой. Но наш фигурант не заходил, не выходил. В общем, нами было принято решение попробовать через участкового попасть в квартиру под благовидным предлогом. Действовать решили ночью. Местный участковый позвонил в квартиру. Жильцы знали его в лицо и без вопросов открыли дверь. Заспанного и ошарашенного и ретяна сковали наручники. Иконы в квартире не нашли. При каких обстоятельствах вы взяли икону в Курске? Украли. Откуда украли? Я не понял, не слышал. С храма. С храма. Преступник рассказал, что часть иконы драгоценностей продал по дороге, что-то проиграл в карте. Несколько золотых украшений были обнаружены в ломбарде города Тулы. Он заложил 1 мая. Сразу после кражи он во Владимире тоже часть золотых изделий оставил. И они там были изъяты. А святыню, иконы знамени, Иритян продал в антикварный салон за ничтожно малую сумму. Выяснилось, что один из владельцев магазина улетал в Париж. Рейс был назначен на раннее утро того дня, когда арестовали Иритяна. Если бы реликвия попала за рубеж, вернуть ее было бы очень сложно. Подключали национальное наше бюро Интерпола. Останавливали самолет в Париже. Опять наступили минуты ожидания такого тяжелого. Потому что пока самолет прилетел, пока его досмотрели, отзвонится наш сотрудник Интерпола оттуда и говорит, что, к сожалению, ничего не обнаружили, ни иконы, ничего нет. Опять вот как бы тупик. Вскоре выяснилось, что у антикварного магазина на Арбате есть и другой владелец. Попасть в сам салон оказалось нелегко. Нас немножко поразило, что время, например, было уже часов 10-11, а салон не открывался никак, а мы находились с раннего утра там, караулили недалеко. Выяснилось, что салон работает, так называем, для своих. По звонку открыли, приняли какой-то товар, закрылись опять. Для получения ордера на обыск нужно время. Но каждая минута на счету. Оперативники придумали историю. Якобы в салоне случилось ЧП. Позвонили по телефону, который там был указан, сказали, что прорвало канализацию и затапливает соседнее помещение. Соответственно, через 10-15 минут появился человек, который открыл этот салон антикварный. Этот хозяин очень себя агрессивно вел. Кто вы такие? Мы ему объяснили, что это главная святыня Курской области, что просто так она нигде не может куда-то продаться. Потому что в розыске везде уже ее ищут, эта икона. Поэтому было предложено добровольно выдать эту икону, что он и сделал. На одном из переулков Арбата мы сопроводили его к автомобилю. И когда он открыл заднюю дверцу автомобиля, я увидел, что там лежит сверток. Взял этот сверток, развернул его. Вот без чувства волнения не могу сейчас говорить. Развернул и увидел нашу курскую коренную икону. Несколькими днями позже, в торжественной обстановке, список икон и знамени был передан церкви. Когда мы везли эту икону в Москве, она у меня лежала на коленях. Так вот, значит, даже ни йоды, усталости не было ничего. Вот думаешь, Господи, неужели тебе посчастливилось в этой жизни прикоснуться вот к такой величайшей святыне, и ты, вот простой рядовой милиционер, везешь эту икону на своих коленях. В Курске у Знаменского собора ее встречали тысячи верующих. И крестный ход Курской коренной Божией Матери проходит вот с тем списком, намоленным, который был сто лет в Знаменском соборе. И то, что вот продолжается крестный ход на территории Курской области, который привлекает и многотысячных паломников, это просто величайшая, конечно, радость. Верующие назвали возвращение Курской коренной чудом. Есть какое-то божье проведение. Почему? Потому что вот украдена была икона на 1 мая, скажем так, атеистический праздник, да, а нашли ее на Троицу, ровно так получилось 40 дней. Очень много верующих молились о том, чтобы она нашла, и я думаю, что нам что-то это помогало. А ведь и список иконы, сделанной в 1902 году, уже пропадал после революции. Долгие годы о нем было ничего неизвестно. В 1924 году Знаменский монастырь был закрыт, а в соборе разместили кинотеатр «Октябрь». Восстановление началось только в 1992 году. И во время одного из посещений приходов Владыка Ювеналием, посещения приходов Курско-Белгородской епархии, к нему подошла женщина и передала икону знамени. Она говорит, Владыка, вот мы слышали о том, что Знаменский монастырь возрождается, и вот эту икону хотим вам передать. Эта семья, эта женщина, они ее хранили в годы лихолетия, все передавали, видимо, от матери, от ручери. В надежде на то, что когда начнется восстановление храмов, то икона вернется на свое место. В годы советской власти была закрыта коренная пустыня. Храмы разрушены, живоносный источник на месте обретения иконы залит бетоном. Он пробивался все время. Тогда вокруг источника выложили колодец, и по трубам воду вывели в реку. А саму трубу и колодец этот засыпали строительным мусором, забетонировали, так, чтобы от него не осталась и среда. А на площадке, где сейчас стоит памятник Серафиму Саровскому, был поставлен фонтан с медведями, поедающими рыбу. Еще до революции блаженное, смотря на место, где был собор, говорила, здесь будут медведи. Ну, что это такое, какие медведи? Ну, свершилось, что свершилось, революция. И тогда, значит, собор разрушили, и на месте вот этого собора поставили скульптурное изображение. Возрождение коренной пустыни началось в 1989 году. Были практически восстановлены все здания монастыря, вернули монастырю его былую славу, смогли раскопать источник. Возрождение монастырей и возвращение списка икон и знамени дало верующим возможность вновь дважды в год принимать участие в крестных ходах. В 2007 году произошло эпохальное событие. После 80-летнего раскола Русская Православная Церковь и Русская Православная Церковь за рубежом объединились. Глава Русской Православной Церкви за границей, митрополит Лавр, пожелал посетить коренную пустыню, место обретения главной святыни православных за рубежом, иконы Божьей Матери Знамени. Прибыв в святой обитель, митрополит Лавр общался с архиепископом Ювеналием, и владыка спросил у него, возможен ли принос чудотворного образа. Этот вопрос волновала не только церковная власть, всех жителей города Курска. Митрополит Лавр дал такой ответ, что как только вы восстановите собор, мы на его освящение принесем вам чудотворный образ. Переговоры о том, чтобы привести древнюю реликвию на историческую родину в Курск, начались задолго до воссоединения церкви. И когда в 2006 году из Знаменского собора пропал список чудотворной иконы, зашла речь о том, что кто-то хочет помешать договоренностям двух сторон. Общественность была очень взбудорожена такими событиями, потому что при утрате списка как бы возникал вопрос о целезообразности и безопасности привоза самой чудотворной иконы. Поэтому такая версия, естественно, возникала. Она отрабатывалась, но своего подтверждения она не нашла. Главный собор коренной пустыни был восстановлен в 2009 году, и 21 сентября на его освящение из Нью-Йорка была доставлена древняя святыня. С тех пор иконы знамени раз в год, как правило, осенью, привозят в Россию, и крестный ход проносит ее из коренной пустыни в Курск. Она пребывает у нас в соборе, находится в течение где-то 10 дней, каждую осень, и каждый житель, не только Курской области, и любого региона, как кто-то может до нас добраться, они имеют возможность приложиться к этой святыне, помолиться перед Божьей Матерью, получить укрепление, помощь. 2006 год. Суд приговорил похитителя списка курской коренной иконы Жирайра Ирицяна к 7,5 годам лишения свободы. Когда мы его задержали, он искренне раскаивался и винил себя за то, что покусился на икону именно, тем более на такую вот святыню Курской области. Он судебный национальный сказал, я живу как в году, я вот читал, что после смерти люди в вад попадают, вот я сейчас живу как в году. Письмо Жирайра Ирицяна, владыке Германа. Я зашел в историю как варвар, но хочу и прошу Бога, чтобы он дал мне шанс. «Честный отче, я даю перед вами слова клятвы, что после понесения наказания я построю церковь, церковь во имя иконы Курской коренной знамени. Выполнил ли он свое обещание, Бог весть». Икона постоянно путешествует по миру. Она связывает православных по всему свету. Вот эта икона, знамени Курской коренной, она и является самой главной, можно сказать, единственной такой великой святыней, которая как стержень объединяет всех, всех людей православных, которые рассеяны по всему миру. Курская коренная икона – это одигитрия всего русского зарубежья, путеводительница. Ее всегда сопровождает священник-хранитель. Сейчас их двое – отец Николай и отец Сергий, которому икона спасла жизнь. В июне 1975 года группа молодых паломников из США отправилась в Иерусалим. Для 17-летнего Сергея это было первое путешествие на Святую Землю. Во время одной из экскурсий молодой человек ощутил резкую боль. И там меня что-то укосило, насекомое в ухо. И когда я уже возвращался на самолете домой, у меня дуг атрофировалось лицо наполовину. И пока я доехал обратно уже в Нью-Йорк, я уже не мог ходить, и меня вынесли с самолета. В больнице родителям юноши сообщили диагноз – менингит в острой форме. Это был приговор. И доктора сказали, что в таком положении он не выживет. Готовьтесь, остается три недели жизни. Тогда дед Сергей, священник, отец Петр, привез в больницу старинную икону. Я взял икону в руки и сказал, Божья Матерь, дай мне жизнь, я буду тебе служить. Через три недели я уже был дома. С тех пор отец Сергий не расстается со своей спасительницей даже на день. Где она только не побывала, объездила весь мир. Ее приносят в больницы, хосписы, приюты. Недавно икона впервые посетила Центральную Америку – Коста-Рику. Есть особая служба о курской иконе, особая капельска. Это прекрасные слова. Я с вами. И будем, братья и сестры, твердо понимать, что мы не одни. Как бы ни пытались навредить святыням, они всегда возвращаются туда, где нужны. И тысячи верующих стремятся обратиться к ним за помощью. Эта очередь продолжается длиною в семь веков. Беспрестанно. И вот каждый из нас, подходящий к этой иконе, он становится в этот ряд. В этой жизни без веры жить нельзя. В обязательном порядке должно быть вера, должно быть добро, должно быть справедливость и должна была восторжествовать законность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова